Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Есть стереотип, что хуже всех правил игры в футбол знают именно футболисты. Сейчас мы проверим, так ли это. Артем, как ты думаешь, кто из вас лучше знает правила игры в футбол? Ну, то есть судить логически Кирилл, потому что он старше меня, и он дольше в футболе, наверное, только поэтому. Ну ты, наверное, не будешь спорить? Не знаю, сейчас посмотрим. Первый вопрос мы задаем Артему. Должен ли судья остановить игру, если в ходе игры мяч отскочит в поле от древка углового флага? Нет. Вопрос Кирилла. Засчитывается ли гол, если футболист, выполняя 11-метровый удар, попадает мячом в стойку и повторным ударом добивает мяч в ворот? Я знаю. Засчитывается? Да. Не будь тебе, Кирилл, штатным пенальтистом. Какое решение принимает судья, если футболист бросает из-за боковой в сторону собственных ворот и мяч уходит за лицевую? На угловой. Минимальное количество игроков в команде, чтобы судья имел право начать матч? Семь. Каково решение судьи, если мяч в ходе игры пришел в негодность? Ну, у кого мяч был, тому я дам. Следующий вопрос Кириллу. Защитник подкидывает мяч себе ногой на голову и головой пасует в воротарю, который берет мяч в руки. Какое решение принимает судья? Свободный удар. Желтый карточек. Просто суд хотел встающий игре так сделать. Ну, можно так. Можно так. Мяч беремя поддержать. Вопрос Артему. Представим матч с Енисеем в Манеже. Все, как вы любите. Воротарь выбивает мяч с рук и попадает в потолок. Действие судьи. Свободный удар. Вопрос Кириллу. Какого цвета может быть головной убор футболиста? Цвета формы, наверное. Черный. Вопрос Артему. Известны случаи, когда судьи выносили предупреждение игрокам или удаляли их после финального свистка. Может ли арбитр показать желтую или красную карточку до стартового свистка? До стартового свистка нет. Очень сложный вопрос. Последний вопрос Кириллу. Голкипер, выполняя удар от ворот, попадает в судью, который находится за пределами штрафной. И мяч от арбитра залетает в ворота. Засчитывается ли гол? Нет, не засчитывается. И как продолжается в таком случае игра? Ну, с того места. Он же, получается, попал в судью. Спорный мяч. Нам правила не нужны, мы без правила играем. Мы знаем основные правила. Конечно. Забивать голы, и все, и победа будет наша. Будем над правилами работать на сборах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok